Скажите, пожалуйста, Павел, белорусские СМИ передают следующее, что Лукашенко отправил экстренно своих трех сыновей, это Дмитрий, Николай и Виктор, за границу. Вот 9 мая они были с ним на почестях, а вот на день независимости их уже не было. Как вы считаете, Лукашенко за что-то переживает, поэтому отправил своих сыновей куда-то? Ну, возможно, и да, но если мы посмотрим, Николай находится уже достаточно продолжительный период времени в Китае, он сейчас обучается в Китае, и он, конечно, Лукашенко для себя создал запасную квартиру, условную квартиру, куда он мог бы бежать в случае критической ситуации в Беларуси, это Китай. Китай, конечно, не выдаст Лукашенко, Китай сегодня поздравил Лукашенко с его днем независимости, он рассматривает Китай как стратегический партнер, Китай, конечно, вряд ли рассматривает так Лукашенко, но, я думаю, место для убежища ему предусмотрят. Если касательно Дмитрия, я думаю, Дмитрий сейчас находится на отдыхе где-то в районе Турции, можно это предположить, такие сведения были, но это, конечно, требует перепроверки. Что касательно Виктора, Виктор в настоящий момент отвечает как раз-таки за пригожинский проект, и по нашим сведениям как раз-таки Виктор Лукашенко это тот финансовый инструмент, который должен обеспечить реализацию с точки зрения финансовой поддержки проекта с ЧВК «Вагнер» в африканских странах. В этот проект также включен Виктор Шейман, это правая рука Лукашенко, приближенное его доверенное лицо с первых, говорится, еще до избрания Лукашенко, первый и единственный раз президентом страны, он был управляющим делами его, он госсекретарем был, он был генпрокурором, главой администрации, кем он только не был, и этот человек сейчас отвечал за именно реализацию проектов Лукашенко в Африке, в том числе и добыча золота, алмазов и так далее. И тут появляется Пригожин, Пригожин также имеет интересы в Африке, не только охранные, но и бизнес интересы, и вот как раз это троится в настоящий момент и будет отвечать за реализацию проектов совместных в Африке, планируется, что по нашим сведениям будет создан транспортно-логистический хаб на территории Беларуси, через который будут направляться как товары, так и в том числе те лица, которые будут обеспечивать охрану тех совместных проектов, которые будут реализовывать Виктор Лукашенко в интересах своего отца. Поэтому я бы рассматривал это в настоящий момент в такой плоскости, почему они сегодня не появились на мероприятиях по случаю Дня Независимости, который празднует Лукашенко. Павел, есть информация от источника, это спроты в украинский, что вот есть такой паралимпийский белорус Алексей Толой, и это тот человек, который организовывает вывоз детей с оккупированного востока Украины в Беларусь. Вот вы об этом знаете больше, чем я. Скажите, пожалуйста, насколько это может быть правдой? И правда ли то, что Лукашенко непосредственно берет участие в вывозе детей с Украины? Ну, это не только правда, это абсолютная правда, потому что и сам Алексей Толой публично подтверждал факт своего участия в организации вывоза незаконного перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины на территорию Беларуси. Это подтверждал и сам Лукашенко. Кстати, сегодня даже были кадры, где Алексей Толой присутствует на мероприятиях, и Лукашенко к нему подходит и говорит «держись». То есть у нас, как вы знаете, был подготовлен соответствующий предварительный отчет, а буквально прошлой неделе мы представили уже обращение в Международный уголовный суд в Гаге, в офис прокурора по фактам совершения преступлений, военных преступлений Александром Лукашенко, Алексеем Талаем, Ольгой Волковой, это фонд «Дельфины», это российский фонд, действующий на Донбассе, также Иваном Головатым, генеральным директором компании «Беларуськали» и Дмитрием Мезенцевым, это госсекретарем так называемого союзного государства. Пять лиц, которые, по нашему мнению, по доказательной базе, которую мы собрали, это документы, это подписанные документы, это номера этих документов и огромное количество источников информации, четко свидетельствуют о том, что на систематической основе Лукашенко совместно с этими лицами, ну прежде всего, конечно, не только с ними, прежде всего с ними, совершает военные преступления по перемещению украинских детей. Алексей Талай создал свой благотворительный фонд, он неоднократно бывал на оккупированных территориях в Украине, он организовывает вывоз детей и размещение их в последующем в пяти лагерях на территории Беларуси. Раньше у нас были сведения о трех, но вот в офис прокурора мы представили уже пять мест, дополнительно две-четыре из них, это лагери в Минской области, один в Гомельской области. Детей вывозили и вывозят, по нашим сведениям, из 15 городов Украины оккупированных, оккупированных как в первую фазу войны, так и во второй период войны. Мы установили, что это как минимум более 2100 украинских детей, нами также установлены конкретные имена, фамилии детей-сирот украинских, которых также вывозили на территорию Беларуси. И плюс дополнительный фактор это перевоспитание, переобразование этих детей, фактически идеологическая обработка в интересах российского мира, лишение их восприятия, что они украинцы, что они принадлежат к Украине как стране, что они должны воспринимать свою родину как общее русское пространство и так далее. То есть это, по нашему мнению, мнению юристов Народного антикризисного управления, это все являются доказательствами совершенных, совершаемых, к сожалению, они продолжаются, военных преступлений. Два источника финансирования этого всего. Это так называемое союзное государство. И тут Лукашенко лично подписывает документы. Кстати, в день подачи нашего обращения в ГАГу, в суд, он публично признался в этом. Он сказал, вот тут на меня подают заявление, а я с Путиным договорился финансировать это из средств союзного государства. То есть он публично признался. Тот же Алексей Талай также признался. Ну а второй источник финансирования это компания «Беларуськалий», которая выделяет ресурсы на то, чтобы детей привозили в Беларусь. Павел, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, как Лукашенко закончит свои дни? Он все-таки попадет в ГАГу? Он его свергнут? Или он все-таки по состоянию здоровья, в том числе и до смерти, закончит правление на троне? Беги, Саша, беги, хочется ему сказать. Да, это человек, который сегодня абсолютно уверен в том, что он будет править вечно. Для того, чтобы обеспечить свою уверенность, он перемещает ядерное оружие на территорию Беларуси. Для этого он хочет и Вагнер, хотя это, опять же, тактическая история, стратегическая, это проигрышный вариант. Он почему-то убежден, что он находится под защитой России, и Россия будет его также защищать вечно. Что накопается по периметру границы и будет жить, как в Северной Корее 2.0, только находящийся в центре Европы, это позволит ему пожизненно править. Я абсолютно не согласен с таким подходом, вернее, не верю в такой сценарий. Я убежден в том, что может быть несколько вариантов, но самый главный вариант – это восстание белорусского народа, белорусского общества, когда его ждет судьба Чаушевску. Поэтому я и говорю вначале – беги, Саша, беги. Потому что, когда народ восстанет, когда выйдет миллион людей, это уже не будет 2020 год. Это просто будет исполнение народного приговора очень быстро, моментально. И, как помните, супруга Чаушевска кричала – за что? Я думаю, что он тоже скажет – за что? Но мы-то прекрасно понимаем, о чем идет речь. Конечно, я как юрист, как дипломат, как политик, я за то, чтобы был суд. И, кстати, суд не в Гаге. Несмотря на то, что наша команда делает все, чтобы его привлекли именно в рамках Международного уголовного суда в Гаге, или в рамках трибунала, которого добивается сейчас Украина за акт агрессии, я бы хотел, чтобы это был народный суд в Беларуси, чтобы это был публичный суд, чтобы были соблюдены все процедуры, связанные с открытостью судебного процесса, независимостью судебного процесса. Не знаю, найдет ли он адвокатов, я думаю, что ему придется заплатить огромные деньги, но если что, мы постараемся ему предоставить государственного защитника. И пускай люди видят, и пускай люди услышат все эти преступления. К сожалению, он одурманил часть белорусского общества, которое верит в его идеологию, философию, что кругом враги, что все хотят напасть. Вы помните, я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Он живет в этом мире, который он создал, сам в него, кстати, поверил. Но справку ему о психическом состоянии, конечно, вряд ли кто даст. К сожалению, у него отклонения есть, но он достаточно здоров для того, чтобы пройти через судебную процедуру. И пускай это увидит весь народ белорусский, сколько ужасающих преступлений он совершил, начиная от создания эскадрона смерти. Кстати, вот мы вспоминали Виктора Шеймана, который с Пригожным сейчас работает. Это тот, кто создавал эскадроны смерти в Беларуси для того, чтобы убивать белорусских политиков. Тот же Виктор Гончар, бывший вице-премьер. Юрий Захаренко, бывший министр внутренних дел. Дмитрий Завадский, журналист, были убиты именно этими эскадронами смерти. И вот от смерти, пытки, репрессии, принудительная депортация, похищение украинских детей – это огромнейшее количество преступлений. Если мир не закроет этот ящик Пандоры, если не наступит ответственность, тогда во что нам верить всем вообще? Есть ли справедливость на земле и вообще есть ли право и закон, которые должны лежать в основе любой демократической системы? Продолжение следует...